Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на очередном вебинаре, который проводит компания Грунбек совместно с нашим официальным партнером компании Веларус. Сегодняшняя наша тема – это оформление запроса на промышленную водоподготовку. Многие путаются с самого начала, как, что, с чего начинать. Сегодня я вам постараюсь вкратце объяснить, рассказать, с чего как раз надо и начинать делать запрос, как оформить правильную заявку, что вам необходимо для этого иметь с собой. И я думаю, после сегодняшнего вебинара вам будет проще намного подготовить ту или иную заявку или тот или иной запрос для того, чтобы мы смогли обработать, подготовить вам коммерческое предложение и отправить к вам в кратчайшие срока немножко отступление от нашей темы. Итак, что из себя представляет Грунбек? Я думаю, многие знают, сейчас тема воды более-менее стала актуальной. И видение компании – это во всем мире Грунбек задает стандарт превосходного качества воды. Это не пустые слова, это действительно, скажем так, в последнее время, во время пандемии, очень актуально стало, так как качество воды во всем мире становится хуже, и наша компания старается предоставить такую возможность, чтобы все люди могли получить превосходную высококачественную воду. Итак, наш слоган, вы многое знаете уже, это «Мы понимаем воды», то есть мы знаем все о воде. Что из себя Грунбек представляет? Вы, кто первый раз или там кто новенькие люди? Мы должны немножко вкратце знать, что из себя представляет Грунбек. Это небольшое, независимо от концерна, предприятие среднего бизнеса, считается по немецким мерам. Головной офис наш находится в Шелкштейте, на Дунае. Это, можно так сказать, на Западе Баварии. Зачельные фирмы и представительства расположены более чем в 20 странах мира. Годовой оборот на данный момент составляет порядка 135 миллионов евро. И число сотрудников у нас на данный момент более 660. Но мы продолжаем расти, мы увеличимся. В следующие 5-7 лет компания будет расширяться, увеличиваться и строить новые производственные и промышленные корпуса, новый логистический центр. Ну, об этом более подробно позже я расскажу. Вот внешний вид на данного нашего предприятия. Территория около 100 тысяч квадратных метров. В левом углу наш основной новый корпус. Это учебный центр с учебными классами, с конференц-залами. И, естественно, все отсюда вытекаешься, что все остальное дальше. Не будем подробно на этих деталях останавливаться. Мы всегда рады. Будем видеть вас, ваших гостей в нашем предприятии. Будем оказывать всевозможные обучения по мере возможности. Сейчас, конечно, в связи с пандемией это немножко сложно делать. Стараемся в онлайн-режиме проводить те или иные семинары. Если что, можно всегда зайти на сайт компании Грюндлик и посмотреть онлайн-презентации. Кроме этого есть у нас и в YouTube, и в Instagram много различных видеороликов. Не только о том, как монтировать, но и в общем о различных продуктах, о различных техниках, которые используются для фильтрации воды. А также различные виды технического или сервисного возложения. Если, конечно, у вас какие-то вопросы возникают, всегда пишите нам на электронную почту, задавайте вопросы. Мы всегда будем рады оказать пассивную помощь в тех или иных вопросах, на которые вы затрудняетесь ответить. Что касается воды и водных ресурсов, вы знаете, что вода это будущее. Вода требуется всегда во всех техниках, во всех сферах жизни. И вы прекрасно знаете, что запасы воды, особенно пресной или питьевой воды, очень ограничены. Всего по состоянию на все, на весь объем воды только 7 десятых процентов у нас является питьевая вода, 3 процента пресной. И все остальное это наши моря и океана, это соленая вода. Технологии идут дальше. Мы стараемся разрабатывать новые системы сейчас практически все инженерные центры, которые связаны как-то с водоподготовкой, с очисткой воды и так далее, устремлены в направлении подготовки именно морской воды, соленой воды, для того, чтобы преобразовать соленую воду в нормальную питьевую или пресную воду. Проблема типа очень большая, соль вы знаете, очень сложно подается очистке или удалению. И многие системы очень сильно затратны, энергетически емкие и эффективность этих установок очень слабая. Но все же, тем не менее, процессы идут, идут разработки. Я недавно слышал, что где-то в Казанском университете, по-моему, нашли более такой, более эффективный способ получения обессоленной воды из морской воды. Но пока это только разработки. Я думаю, в будущем мы увидим что-то новое, которое будет выходить в свет. Итак, вода это единственное землехимическое соединение, встречающееся в природе как в жидком, твердом, так и в гаобразном состоянии. Конечно, Российской Федерации сейчас сильно много переживать за пресную воду не приходится, потому что это единственная страна, может быть, в мире, которая имеет наибольшие ресурсы или наибольшие запасы пресной воды. Одно только озеро Байкал у нас имеет огромный объем, кроме этого, большое количество рек, не говоря уже о легитарх, личной мерзоте и так далее. Это все в основном пресная вода. Ну, это были краткие отступления. В общем, мировое потребление воды, вы знаете, у нас растет. Каждым годом есть график. С начала 1900 года, скажем так, с начала 20 века до 21 века, вы видите, потребление воды выраста практически во всех отраслях. Как в промышленности, так и в домашнем хозяйстве. Но основное, это, конечно, сельское хозяйство, потому что, вы знаете, сейчас в связи с большими катаклизмами, засухами, с различными природными явлениями возникли очень большие проблемы в сельском хозяйстве и потреблении воды. И подготовка воды является более актуальным, более, скажем, насыщенным в будущем. Войне будут права проходить, вы знаете, что не из-за нефти или газа, а скорее всего, из-за пресной воды. Потому что без воды мы ничего не сможем сделать. Итак, очистка воды. Одна из главных вопросов в будущем. Опасы воды, конечно, ограничены, я уже говорил. Потребление и загрязнение воды у нас постоянно растет. Вот, на сегодняшний день, вы знаете, что более миллиард человек не имеет доступа к чистой питьевой воды. Три с половиной, почти миллиона умирает от болезней, связанной с загрязненной водой, с различными бактериями, вирусами, которые в ней находятся и так далее. Это означает, что более пяти тысяч детей умирает каждый день от того, что недополучает очищенную, отфильтрованную воду. Несмотря на то, что Германия у нас очень, скажем так, в этом плане более продвинута, высокоразвита, технологии и так далее, тем не менее, регистрируется около 30 тысяч случаев инфицирования легионелой, причем 4,5 тысячи со смертельным исходом. Так что это источники достоверны, и поэтому мы уже не говорим о тех странах, где действительно технологические развития отстаются от этого. И вывод очень простой, что вопрос очистки воды прибирает все большее значение. Поэтому, несмотря на то, что высокоразвитые страны имеют очень высокие технологии, тем не менее, происходят различные проблемы со здоровьем даже в Германии, как вы видите по данным, которые мы на данный момент предоставили. Итак, наша тема, это, конечно, сегодня направление заказов, мы перейдем к кратции промышленной водоподготовки. Пром водоподготовка, вода, как в большинстве случаев, является центральным технологическим элементом при производстве энергии. Будь то атомной электростанции, будь то газовой или газотурбиной, или на угле, тепловая и так далее, основным элементом, который нам необходим, это все-таки вода. Вода должна быть подготовлена, очищена, апелляционно не иметь дополнительных примесей. И для того, чтобы оборудование работало долго, долгосрочно и в нормальном режиме, без различных аварий. Поэтому необходимо иметь высокоочищенную, тонкую очистку воды. Наша компания предлагает различные индивидуальные решения по различным видам очистки воды. Обрабатываем сырую воду, фильтрируем, обесаливаем, умельчаем, дегазируем, диализируем различными методами. Все зависит от того, какое необходимо качество на выходе воды. Кроме этого, мы предлагаем комплексный сервис при вводе в эксплуатацию и физическом обслуживании. В различные виды установок, различные системы, различные типы применяются при тех или иных видах фильтрации, очистки воды. И для того, чтобы все у нас работало, нам необходимо подобрать, какие данные нам необходимо знать, что запросить. Обычно приходит запрос, в большинстве случаев пишут, ну, нам нужна водоподготовка, наверное, паровую котельную. Анализ воды мы не знаем, но дайте нам что-нибудь. П сожалению, это неправильный подход. Для того, чтобы правильно подобрать систему водоочистки и водоподготовки, необходимо, во-первых, знать параметры исходной воды, что из себя представляет вода. А также, какая вода должна быть на выходе, то есть качество воды на выход непосредственно потребителю. Для котельных, допустим, вода имеет одно значение, для паровых турбинов совсем другое. И в различных технологиях есть просто охлаждающая вода. Там достаточно нам обеззаразить и умягчить эту воду. Очень много различных нюансов. Поэтому для того, чтобы правильно оформить заявку, правильно подготовить предложение, для того, чтобы заказчик был довольный, и чтобы система была в нормальном режиме, работала долгосрочно, и оборудование не выходило из строя, необходимо правильно, во-первых, на первом этапе подобрать оборудование. Первым делом, что делают проектировщики или заказчики, он должен заполнить опросный лист. Опросный лист мы сделали специально на двух языках, чтобы было более проще обрабатывать как вам, так как же нашим специалистам, которые, конечно, не сильнее в русском языке. Поэтому он двухъязычный, русско-немецкий. И я думаю, имея данный лист под рукой, он в подобном доступе у вас, у ваших партнеров, у ваших коллег есть, у кого нет, пожалуйста, обращайтесь на обычном обязательно. И правильно заполненный опросный лист нам даст, во-первых, мы сократим время на обсуждение многих нюансов, во-вторых, мы в кратчайшие сроки сможем подготовить то или иное предложение, которое вам необходимо по вашему запросу. Итак, что из себя представляет опросный лист? Он состоит из трех листов. Вот внешний вид, как он видит из себя. Вы получаете его, конечно, в электронном виде формате. Можно и распечатать, можно от руки заполнить, это ничего страшного. Вот здесь мы цветами обозначили, что обязательно для заполнения. В любом случае, все обязательно заполнено для подкрышки на паровых котлов, и при отсутствии информации писать нет данных. Начнем с самого начала, с первой треки. Комиссия названия партнера или проекта. Нам необходимо знать, чтобы, ну, мы прилип своим к каждому запросу определенный номер, и надо знать хотя бы название города и предприятие, время отправки, и кто там отправил сотрудник, в принципе, ваша фамилия должна стоять там, или оригинальное бюро, допустим, достаточно бывает, что там Виларус, Екатеринбург или Новосибирск, этого, в принципе, достаточно. Кто отправил, чтобы мы могли связаться, если возникнут вопросы, с кем именно, кому можно будет задать какие-то вопросы. Следующее, это требуемая производительность. Очень важно, нам надо знать максимальную производительность, то есть максимальную в кубах в час, то есть почасовая нагрузка пикла. Кроме этого, очень важно количество часов работы в сутки, сколько будет установка работать, или сколько производить, а также потребность воды в сутки. Допустим, бывает, что пишет, ну, два куба в час нам надо, производительность. Но система работает два раза, два часа в день, заполняет там определенный бак или какую-то емкость, или какой-то процесс, и потом все остальное время система стоит. Поэтому здесь пишется время работы в сутки системы, максимально, и потребность в сутки. Почему потребность в сутки? Мы можем, скажем, маленький пример, требуется установка 10 кубов в час. Установка работает, допустим, на временное потребление воды, 10 часов всего в день. Остальные там 14 часов система стоит. Все запрашивают, ну, давайте нам 10 кубов в час производительность, обратный осмос. Система 10 кубов обратный осмос будет порядка там 50 тысяч стоит. Ну, грубо говоря, я приветник. Но мы можем немножко по-другому пути пойти. Мы можем взять установку 5 кубов, то есть 5-ти кубовую, и работаем на 10 часов, а все 24 часа работаем на накопительную емкость. то есть 10 часов в желании мы ставим определенную емкость. Емкость, конечно, будет намного дешевле стоить, чем установка производительность. Там вместо 10 кубов в час всего лишь 5 кубов в час поставить. И, соответственно, поэтому нам нужны эти данные. Мы можем делать экономически более выгодные предложения, зная все эти данные. И тогда, в принципе, все будут довольны. Тем более, в некоторых технологических процессах многие говорят, что мы вот 10 часов отработаем, потом 12 часов пускай остановка встретит. Большинство систем, особенно вот обратный улосмос ультрафильтрации, они работают долговечно и качественно в том случае, если они работают без остановок. То есть, практически в первый момент вода постоянно поступает, проходит через мембраны, фильтруется и постоянно находится в работе. Когда начинаем останавливать, что ультрафильтрации, что обратный осмос, что связано с мембранными технологиями. Ну, не только мембранные технологии, но и, допустим, система обезжелезного умягчения и так далее. Если вода начинает просто стоять, то начинает образовываться солеотложение. То есть, начинает закальковываться те или иные элементы непосредственно в самих мембранах, фильтровальных элементах и отсюда как вывод система начинает меньше производить. То есть, производительность установок падает. Если естественно производительность нас упала, то надо будет производить опять же промывку, источную промывку или вплоть до замены или фильтровального материала, или опять же замены мембран, что естественно дорогостоящим. Поэтому большинство систем лучше рассчитывать таким образом, чтобы она работала постоянно, имела необходимый запас воды, который у нас находится в накопительной емкости. и когда система работает без остановки на ожидании, смена кончилась до утра в 8 часов установка стоит. Чтобы этого у нас не было, поэтому установив систему накопительных баков и подобрав установку более, скажем, меньшей мощности, по потреблению мы можем тем самым компенсировать потребление воды как раз большой емкость и непосредственно параллельно мы постоянно эту емкость пополняем свежей очищенной водой. Если речь заходит конечно о воде, которая высокого качества, высокотонкой очистке, то естественно мы можем подготовить емкости со специальными стерильными фильтрами, мы нашу воду, которую подготовили не могли за определенное время накопительной емкости опять же ухудшить. Есть очень много нюансов, много вопросов, поэтому особенно при больших предприятиях, где постоянно требуется в одну две смены работы потребление воды только 16 часов или 8 часов остальное время стоит. Или допустим на выходные бывает так, что предприятие закрылось, не постоянный момент, субботу, воскресенье предприятие стоит. В этом случае тоже есть некоторые расчетные данные, которые помогут компенсировать или делать так, установка на выходные работала более эффективно, с небольшой производительностью, но она в постоянном режиме. То есть мы снижаем производительность на выходные и нашу емкость, которую мы раньше подобрали для нормальной системы, мы просто будем заполнять более долгое время. И тем самым мы естественно увеличим и срок службы оборудования и долговечность оборудования и естественно меньше затрат на сервисное или техническое окружение или на ремонт у нас будет уходить. Основной я думаю понятно, что основные параметры. Естественно, если речь идет о подготовке, то надо посмотреть, какое ручное автоматическое управление должно быть. Если какие-то нам на капитале баки, это все можно учесть и объем бака, что мы не смогли подобрать непосредственно уже под имеющихся структур. Дальше второй раздел это цель применения. Здесь вкратце надо описать, для чего вы применяете эту воду. То есть, допустим, если это речь идет о котловой воде, то пишите, что вода необходима для котельной, паровая котельная или вода для собственно множественной предприятия и так далее. Вкратце описать именно для чего нужно необходимо данная вода, какие их цели применяется и этого будет вполне достаточно. Следующая страничка нашего вопросного листа. Есть анализ воды приложен, можно анализ приложить данные не сильно важно. Но видите, что выделено зеленым цветом, это очень важный момент, здесь надо посмотреть, какую воду вы используете на входе. То есть городская вода, собственно плажина, пробужина, производственная вода, может обратка, или поверхностная вода с водоемов. И вкратце можно немножко описать, что она себе представляет. Допустим, если там собственная скважина, в большинстве случаев свежепробуренная скважина, она будет очень сильно отличаться по показаниям через год, через два. Поэтому вначале, только когда пробурили скважину, будут, скорее всего, показатели сильно завышены, вода, а потом со времени работы, разработки системы мы уже будем иметь более качественную воду. По городской воде понятно, что вода в принципе питьевого назначения, то есть возможно она хлорируется, в некоторых регионах вода еще до сих хлорируется, обеззараживается с помощью ипохлорида и для некоторых систем фильтрации воды нам просто нельзя, чтобы хлор был непосредственно воде. Поэтому если вода хлорирована, то необходимо очистить ее от хлора, поставить активированные угли и так далее. Поэтому эти данные все пожалуйста. При заполнении опросного листа указывайте, если что-то где-то не совсем понятно, переспросить лучше заказчиков или на предприятии спросить откуда они, как они водят, какую воду именно использовать. Так не зная что будет у нас на входе, мы не можем точно подготовить коммерческое предложение. Если правильно подготовить расчеты оборудования, то система будет естественно правильно работать и правильно будет выдавать то качество воды, которое имеется. Дальше следующее это в вопросном листе нам необходимо знать химический состав воды. В большинстве случаев мы конечно просим, чтобы был приложен анализ воды. Желательно анализ воды, полный химический состав, что она из себя представляет. Причем для многих технологических процессов, если вода используется для котельной или промышленности, нам не обязательно иметь анализ по микробиологии. Достаточно именно химического состава воды. Основным параметром является pH, уровень, кислотно-щелочной баланс. Он нужен для того, чтобы определить, как можно подготовить воду на этом уровне pH. Допустим, по обезжелезению, определенных параметрах уровень pH должен быть выше 7, чем выше он, тем лучше, тем больше железа. Если вода у нас будет и на кислый pH, будет ниже 6 или 5, то железо из воды будет удалить. Очень трудно, очень сложно, и мы не сможем просто-напросто очистить воду до, допустим, по железу или по марганцу, до того уровня, который нам необходим. Поэтому мы должны как-нибудь поднять уровень pH. Это все технологические процессы, которые естественно будут учитываться при разработке того или нового. Видооборудование естественно то или иное. Поэтому уровень pH всегда пожалуйста один из основных показателей. Следующий основной показатель это общая жесткость. Если есть возможность конечно кальций и магний и определить в воде, было бы неплохо, но достаточно нам общей жесткости знать. Это общее содержание кальция и магния в воде и как карбонатная жесткость так и общая жесткость в принципе нам достаточно иметь общую жесткость. Общую жесткость имея мы можем определить что сколка и иных кальция и магний находятся в воде и дальше уже рассчитать тот или иной тип битообородования. Шелочность в принципе не очень важный показатель, но если не помешает следующий самым важным элементом после уровня pH и после уровня общей жесткости это является естественно железом. Железо это такой фактор такой элемент в воде который бывает в двух вариантах тоже он как бы в растворенном виде и вне растворенном виде. растворенное железо это конечно самый сложный вариант его надо сделать так чтобы он был выпал в осадах. здесь очень лишние процессы могут использоваться допустим та же самая аэрация воды добавление пермоната калия способствует выпаданию железо в осадок то есть перехода из двух валентных в трех валентных и мы в итоге получаем осадок который можем отфильтровать непосредственно на обыкновенном песчаном финице. Вся суть в удалении железа это является перевести его из растворенного состояния в нерастворенное то есть чтобы он образовал конки слои которые частички которые могли свободно отфильтровать. Железом понятно я думаю я уже говорил очень важно при удалении железа знать уровень пляж вода должна быть щелочная то есть уровень должен быть выше 7 и чем выше уровень пляж тем лучше для того чтобы удалить железо. Но опять же с другой стороны для удаления некоторых других компонентов для воды очень высокий уровень пляжа будет также нам влиять на тот или иной фактор удаления или отчистки воды поэтому уровень пляжа надо знать всегда желательно общая жесткость и третий элемент это общее железо. Следующий вариант это аммони не марганец вообще марганец это более сложный элемент он в принципе удаляется из воды так же как и железо но более сложно то есть в принципе очистки воды от марганца они те же самые как и железо но это происходит более сложно допустим железо мы можем удалить очень легко на обыкновенном стандартном песчаном фильтре то есть вода в любом случае будет проходя через песок как-то взаимодействие с водой с различными песчаными частичками и будет происходить как раз момент перехода железо из растворенного вида в нерастворенное и марганца немножко процесс более сложный и поэтому для того чтобы мы марганец удалили из воды нам необходимо обязательно или диаэрация воды или добавление перманганада калия вы знаете это калий NO4 формула как раз эти 4 атомы кислорода нам нужны для того чтобы марганец реагировал и выпал в осадок выпадает в осадок так же как и железо и отфильтровать непосредственно на песчаного фильтра в большинстве случаев необходимо делать несколько раз замеры при вводе в эксплуатацию сколько железа мы удаляем сколько мы удаляем марганца и после тех или иных проб можно более менее точно выставить непосредственно количество или же добавления перманганка или же количество воздуха подавляем с помощью установок аэрации воды то есть мы даем больше воздуха в системе и естественно будет больше работать больше отделяться марганец из железа ну пройдемся дальше по таблице что нам необходимо знать это нитриты нитраты фориды сульфаты компоненты желательно иметь полном химическом анализе воды если речь идет о каких-то сложных водах допустим которые используются непосредственно в высокопхинологичных процессах то есть когда нам надо получить воду не уровня допустим обратно в осмос с содержанием 5-10 микро сантиметров магнабной электропроводимости а 0,05 или 0,005 такие установки тоже есть такие установки тоже разрабатываем тоже можем подготовить естественно эта система более сложная различными типами фильтрации начиная от фильтрации до киверного угли обратный осмос уменьшение дополнительное уменьшение электродиорнизация или до очистка воды на различных смешанных фильтрах ионно-обменными технологиями но это все зависит от условий от заказчика то есть заказчик выдает вам параметры воды на входе в его систему то есть требования допустим высокотехнологичным системам вода должна быть определенное количество солей и не должна содержать допустим кремния кремния это силикаты которые допустим откладываются на лопатах турбин многие знаете что вот я сам учился в свое время в университете потом по системам электроснабжения мы очень часто проходили проблему выхода их строить тех или иных электростанций нас много строили электростанции многоблочными по 6 по 8 блоков когда я приехал в германию меня удивило то что в германии стоят максимум 4 блока на электростанции или 2 вообще всего 2 блока как так а как ремонт замена лопаток меня очень сильно удивило когда я услышал что замена лопаток происходит раз в 10 лет то есть турбины лопат которые давят на которые как раз давит пар и превращает турбину они могут служить до 10 лет в то время как у нас наши старые времена максимальный срок службы одной турбины до замены лопаток был максимум 2 года то есть замена вот этих лопаток а проблема была все-таки это очистки воды то есть вода имея силикат и имея определенные остатки кальция и магния в непосредственной воде она просто напросто откладывалась на лопастях от турбин на лопатках на эти турбины и через определенное время турбина выходила из баланса то есть объем мощность вес турбины увеличился производительность уменьшалась было так что сильно много отложений на тех или иных лопастях выводило даже турбину из строя поэтому были каждые два года капитальный ремонт сервисный ремонт замены и так далее и так далее так что вот в этом плане если мы будем подготавливать воду высокого качества больше затрат удалять уделять на правильную подготовку и очистку воды которая используется непосредственно в турбинах больших в турбинных процессах которые используют именно паровые турбины то мы можем не только увеличить разницу между сервисными капитальными ремонтами но и увеличиваем производительность турбины постоянно и постоянно работ то есть система у нас не останавливается в капитальный ремонт а производит также дальше там в течение пяти лет без остановки турбина производит нашу электроэнергию без потерь как числе его дополнительные то есть естественно нет дополнительных затрат нет потерь от остановки турбины так как если не остановили турбину мы не производим электроэнергию и естественно не получаем это определенное финансирование поэтому в этом случае для большинства турбин вот здесь для меня я уже говорил что было первым это очень удивило то что большое влияние или большую очень много времени делялось на внимание на подготовку очистки воды и естественно турбина уже работала на можем так сказать на чистом вестилляте возле срок службы этой турбины был довольно длинный итак по окисляемости перманганиат непонятно содержание хлора немаловажный фактор нам имеет мутность то есть мутность это показатель который определяет какие-то различные примеси и так далее и так далее мутность мы можем отчистить на различных кроме этого как мутность немаловажный фактор и это содержание других химических элементов если допустим это ведутся рядом разработки различных род по добыче меди различных фосфоров теников алюминий то скорее всего в той воде которая будет подаваться непосредственно на очистку воды будут присутствовать и другие элементы которые естественно пошли вы знаете что вода это такой элемент что она может навсечать всем всем что вокруг у нас приходится находится то есть вода большим содержанием железа или большим содержанием меди она получается почему потому что где-то или далее же меди большинство или много железа или много опять же меди цвета а также различных других элементов я уже не говорил обработке полей нашими нитратами различными естественно вода подземная фильтрация не всегда справляется у нас со всеми элементами которые многие крестьяне выбрасывают опыляют рожает и естественно с дождевой водой элементы химических попадают непосредственно в артизианскую воду и естественно нитраты сульфаты и различные химические элементы которые используются непосредственно для обработки земель и полей они будут присутствовать в нашей воде поэтому необходимо делать более полный химический анализ воды и имея всю скажем так картинку что именно непосредственно находится в этой воде мы можем подготовить воду до тех или иных видов вратце скажу что практически очистить можно любую воду но есть некоторые нюансы когда не всегда получается добиться того или иного результата поэтому обязательно очень подготовить желательно делать полный анализ воды и не заполнять данную таблицу а просто предложить к этому опросному листу непосредственно химический анализ воды по всем элементам которые непосредственно находятся у вас в этой непосредственной воде получив полный анализ мы можем уже подготовить тот или вид или комплект оборудования который вам скажем прослужит долго и качество на протяжении срока службы срок службы оборудования в среднем рассчитывается на минимум 10 лет из своей практики я знаю что я был на установках раньше когда занимался водом оборудования приходилось обслужить установки которым было более 30 лет то есть вы можете судить о качестве оборудования грудных не только потому что красиво там все внешне выглядит ну а также используем технологии или приборы или оборудование которые предназначены для долгосрочной и качественной обработки в принципе я уже подошел в общем к концу нашей сегодняшней короткой презентации что нам надо этот чек-лист опрос можете себя запрашивать у нас его можно заполнять в электронном виде то есть он есть как ворд формате все заполнили и отправили так что имея данный лист мы в кратчайшие сроки можем подготовить данные предложения всем желаю кто не вот хорошего отпуска здоровья благополучия им благодарю за участие им всего хорошего еще раз самое главное здоровья берегите себя до свидания всего доброго к а а Продолжение следует...